Хватит гулять. Пора. На работу. Всем привет. Сегодня видео о тахометре, которое я начал делать совсем недавно. Вчера вечером закончил. Проверил. Все работает. Сегодня можно будет рассказать уже. До этого на втором канале был ролик про этот тахометр. Вот так все это выглядело. Вот собрал вот эту схему вот в таком вот виде мерзопакостном, который вызывает отвращение. Ну по-другому никак. И сейчас это выглядит все вот так. Вот. Значит из двух блоков составить. Вот. Это вот блок кнопок. Выполнил таким вот образом. Вот. То есть питание и выхода. И три выхода. С кнопочек. Кнопочки удлиненные. Чтобы можно было установить под декоративную панель и вывести наружу кнопочки. Вот. Таким образом. Ну тут ничего особенного. В принципе и здесь тоже ничего особенного. Это вот второй. Второй модуль. И своеобразная инструкция по применению. Ну в принципе заблудиться по плате тут невозможно. Потому что на плате есть значит разъемы. Разъем для подключения кнопок. Как уже сказал. Вот они. Вот он разъем. Вот этот разъем с кнопок подключается вот в этот разъем. Значит питание подключается вот к этому разъему. Здесь написано повер. Полярность не перепутаешь. То есть плюс-минус. Далее у нас идет разъем. Куда подключается сам генератор. Подключается к крайним. Вот. К одной фазе из генератора подключается. Вот. Это понижайка DSDS. До так. Сюда можно по-моему до 50 вольт подавать. Да. До 50 вольт она идет. Это понижайка. Настроена была на... Ровно на 5 вольт. И питание подавалось непосредственно на плату. Значит на Arduino Uno. Uno. Nano. Nano. Nano это у меня. Да. Короче запутался. Вот. Но по совету Андрея Алексея. Вот. Я поставил еще линейник на плату. То есть как дополнительная защита с обвязкой. Ну с конденсаторной обвязкой. И по входу генератора тоже стоит конденсатор. То есть высокочастотную составляющую обрезать. Ну тоже своеобразный фильтр. Дисплей будет применяться в две строки 16 символов. Для сравнения. Какое было на видео в прошлый раз. Вот. Вот. Для сравнения. Ну естественно и цена и все. Значит. Передача данных по I2C. То есть не надо запитывать. Ну задействовать вот эти все разъемы. Вот только четыре. Питание и СССР. Да. Все. А. Забыл сказать. Светодиод сигнализирует о работе контроллера. То есть если фон не горит или горит постоянно. Значит контроллер завис. Вот. Сейчас давайте наверное. Давайте наверное соберем плату. Прям так онлайн. Вот. Так вот собирается. Здесь все так же. Вот. Черный. 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 Это минус. Плюс. И дальше. На плате здесь же все показано. Написано. Плюс-минус. Вот он. Вверху. Вот так. Подключаем. Вот. Все. То есть у нас фактически. Такое. Так. Сейчас давайте яфну. Все подключили. Сейчас первое включение. Прошивочка новая. Залито. Не знаю как будет работать. Значит. Дисплей. Подсветка. Включается от нажатия кнопок. И от. Генератора. То есть вот так вот. Крутанули. И запускается этот дисплей. Значит подсветка. Сейчас по умолчанию стоит одна минута. И на касание кнопок тоже самое. Одна минута. Но вообще по плану 10 минут. То есть ну. 10 минут работает дисплей. Потом. Гаснет. И чтобы его опять. Ну. На любую из кнопок нажмем и все. Меню. Точно так же. Держим. Две секунды. Вот. Запускается меню. И дальше. Плюс. Прибавляем количество полюсов. Если у вас генератор. Скажем. С полюсами равными 14. Там вот. 16. 18. До 40. По умолчанию стоит 6. Точно так же. То есть это все сохраняется. В энергонезависимой памяти. Когда мы выходим из меню. Вот. Так же две секунды держим. Все. Выходим из меню. И у нас. Работает сам тахометр. Вот. Как я и сказал. Светодиод. Короткими вспышками сигнализирует. Что работает контроллер. Сейчас покрутим. Пойдется мне сына вызывать на помощь. Так. Итак. Друзья. У меня оператор. Поэтому новый. Так. Вань. Вот так. Да. Он у меня немножко прихворал. Поэтому. Ну. Не важно. Короче. Попробует он сейчас взять в кадр тахометр. И китайский тахометр. Который мой. Вот. Попробуем. Что же он получается. 220 и там 200. Дыр. Угу. Угу. Так. Сейчас я переключу чуть на скорость побольше. 592 и там 590. 580. Вот так. Если увидели. Продолжим. Оператор выключил на самом интересном месте. Ладно. Значит. Как работает я показал. Сравнивался. Сравнивался вот с этим якобы эталонным. Повторюсь. Якобы. Но будем считать. Что вообще. Альтернативщики почти все используют. Такой. Вот. И данные на моем. Все совпадало. Значит. Будем считать. Работает. Вот. Можно отправлять Михаилу. Михаил поюзает. Скажет свое резюме по нему. Попробует с другим типом генератора. Мой генератор 6-ти полюсной. Уверен. Что он будет работать и с другими типами генераторов. Все. Сейчас. Сейчас разбираю. Упаковываю. И. Поехал заказчику. В общем. На этом заканчиваем. Надеюсь. Видео было полезным. Всем пока. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok